Ты мне сколько рубашек положила? Три, а? Шесть клади и голубую, любимую мою тоже кинь Ты как будто на всю жизнь уезжаешь А что это? Нравится? Специально купила, чтобы тебя проводить А это что? Ну размер меньше взяла, чтобы утянуться Так заметно, да? Сними, не позорься Толь, ну что ты такой злой стал? Я же старалась Потому что ты себя запустила Мне уже на людях стыдно появляться с тобой Тогда брось меня Не похудеешь, брошу Толь, помоги Толь, Толь, помоги Уже в платье застряло Скоро в двери не пройдешь Толь, я не шучу А ну меня душит Толя, неплохо Помоги мне, Толя А ну меня душит Люд Люд, ань Я вижу ты с детства была полной Людмила всерьез испугалась, что может потерять мужа Она решила во что бы то ни стало похудеть к его возвращению с командировки Но у нее ничего не получалось Отчаявшись, Людмила поехала за помощью к бабушке Она надеялась, что баба Нина проведет обряд, который поможет ей удержать мужа Диеты разные пробовала Какие только садюки их придумали, не знаю И на супе сельдерей сидела Ой, и на белке И после шести не ела Ну это же невозможно выцепить Особенно когда готовишь Напахнет мясом, а тебе морковку проклятущую надо есть Или листву Не помогут тебе диеты Конституция у тебя такая Ну звезд же тоже Конституция, они же как-то худеют Помогите мне, пожалуйста, мне очень надо Ну заговорите или травку дайте какую попить Мне нужно, чтобы помогло быстро Я хочу похудеть, пока муж в командировке Сюрприз ему сделать Подыши на зеркало И на отражение свое посмотри Давай мне Нельзя тебе худеть Нет, мне не худеть нельзя Толя при мне уже на худеньких заглядывается Если будешь себя менять И стройнить пытаться Счастье свое упустишь Вы просто не можете мне помочь Так и скажите А еще про вас в интернете Хвалят Я так и знала, что все эти отзывы Вы сами себе пишете Думай, что хочешь Но я тебя предупредила На следующий день, торопясь на работу Людмила увидела на улице Объявление о чудодейственных таблетках Для похудения Женщина подумала, что это знак И ее последний шанс Обрести фигуру мечты Музыка Музыка М-м-м. Таблетки, которые приобрела Людмила, блокировали голод. Она не ела второй день и чувствовала необычайную легкость. Весы показывали минус 3 килограмма, и Людмила была счастлива. Но после приема очередной таблетки ей резко стало плохо. Людмила почувствовала, что отключается, и из последних сил вызвала скорую. Людмила провела неделю в больнице, но даже после выписки чувствовала себя ослаблена. Все это время за ней ухаживал друг семьи Виктор. Спасибо, Витя, я не хочу. Тебе надо поесть. Давай хоть немного. Ну, мне правда неудобно. Привез, хлопочешь вокруг меня, как наседка. Ну, давай, я сама. Я справлюсь. Ты поезжай. Я уеду, когда ты окончательно поправишься. Как тебе только в голову пришло глотать эти таблетки. Кто ж знал, еще напрасно все. Глюкозу кололи, все мои килограммы вернулись. Люда, Людочка, одумайся. Зачем тебе худеть? В тебе все идеально. Ты то ли это скажи. Так ты из-за него? А из-за кого ж? Ему в последнее время мои дела совсем не нравятся. Он как на праздник от меня в командировку сбежал. Ты что, не понимаешь, что твоя фигура здесь ни при чем? А что при чем? Он тебя не любит. Ты из-за него себя в гроб гоняешь. А у него в Волгограде вторая семья. И давно? Два года. Я думал, он одумается и перестанет. Я и не замечала. Извини, я не хотел тебе говорить. Не хотел разрушать вашу семью. Людмила была раздавлена известием о предательстве любимого мужа. В тот момент она поняла причину его внезапного охлаждения и участившихся командировок в Волгоград. Через несколько дней к переживаниям Людмилы добавились домашние проблемы. У нее сорвало кран. Слесарь посоветовал купить новые прокладки, но Людмила ничего не понимала в сантехнике. И помочь ей было некому. Она чувствовала себя никчемной и беспомощной. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Да. А, здесь привет. Ну как ты, Люд? Как себя чувствуешь? Да ничего. Вроде только... Только не знаю, как дальше жить. Я для него все сделала. А он... А он... А он меня предал. Еще и кран этот... Сломался. Ты что плачешь? Прекращай немедленно. Я сейчас приеду и все сделаю. Спасибо, Вить. Да пока не за что. Ну как, не даешь мне зайти с ума? Все, я выезжаю. Жди. И больше не плачь. Поняла? Поняла. Людмиле нужно было выговориться. После починки крана она предложила Виктору остаться на чай, чтобы хоть как-то его отблагодарить. Давай, чай. Ты Толику так и не звонила? Нет. Ему там есть с кем поговорить. А он тебе? Звонил. Но я трубку не беру и смски удаляю. Надоело вранье читать. Спасибо тебе, Вить. Ты такой хороший. Хороший. И куда только баба смотрит. И добрый, и красивый, и рукастый. Такой золото пропадает. А ты бы за меня пошла? Я тут при чем? Встань. Люда. Людочка, люблю тебя, обожаю. Всю жизнь буду любить. Все для тебя сделаю. Слышишь? Все. Прекрати, Витя. Я Толю люблю. Люда, как ты можешь его любить? Он тебя не ценит. Предал. Два года тебе изменяет. Такое не прощают, Люда. Но если говоришь, что любишь, ты же тогда должен меня понимать. Абсурд какой-то. Значит, нет? Нет. Ну, я тебя понимаю. Вить, это от неустроенности все. Ходишь в бобилеон, бросаешься на первую встречную. Да при чем здесь? Ну, каждому же хочется тепла, уюта, чтобы дома ждали. Я понял. Но ты подумай. Я тебя не тороплю. Я буду ждать, сколько нужно. Хорошо. Друзья? Друзья. Виктор был симпатичен Людмиле. Но в тот момент она еще не была готова к новым отношениям. Прошла неделя. Людмила совсем упала духом. И только поддержкой внимания Виктора придавали ей силы и уверенности в себе. Поразмыслив, Людмила решила дать ему шанс. Моя кусту, детская красавица. Сумасшедший. Будешь чай? Я тебя буду. Слышишь? Я люблю тебя. Люблю. Людмила по-прежнему любила мужа, но после его предательства ей так хотелось быть хоть кому-то нужной. Да что такое? Погоди. Я не могу. Почему? Не могу и все. Не уйти? Да. Прости. Понятно. Людмила не смогла изменить мужу. В душе она продолжала любить Анатолия и надеялась на примирение с ним. Людмила поняла, что хочет вернуть мужа, но сомневалась в своем решении. К тому же не было гарантии, что он захочет вернуться. Людмила поспешила к нам в деревню, чтобы посоветоваться с бабушкой. Витя, он очень хороший. Только странный немножко. Гимфы меня называет. А вот Толя мне никогда таких слов не говорил. Пожрать, постирать и в койку. Но я ведь люблю его, гада, не могу. За что, только сама не знаю. Вижу, что Виктор сейчас должен быть рядом с тобой. А что с Толей никаких шансов? Я хотела бы узнать адрес, где он в Волгограде останавливается. Вы не могли бы мне сказать, где его найти? Я хочу, чтобы он мне в глаза сказал, чем я ему не угодила. Дай мне руку. Заплутал, запутал, Как назад идти и не увидал. Катится, катится, Под мостком остановился, Катится, катится, За тебя ухватился. Не нужно тебе к мужу ехать. Послушай мой совет. Не иди против того, что сейчас происходит. Будь с Виктором. Через связь с ним к счастью придешь. Умом Людмила понимала, что нужно послушать бабушку и остаться с Виктором. Но сердце продолжало тянуть ее к предателю мужу. Людмила решила позвонить ему, чтобы уговорить вернуться. Но ей помешала незнакомая женщина. Здравствуйте, вы Людмила? Да. А я Кристина. Из Волгограда. Из Волгограда? А что, ты с Толей? С Толей все в порядке. Что ж так пугаете, девушка? А что-то случилось вообще? Я по личному вопросу. А не к тебе ли он в Волгоград ездит? Да. И что тебе надо, Кристина, из Волгограда? Ты за его вещами приехала? Нет, я хочу с вами поговорить. Да. Пожалуйста. Ну, пойдем. Угощайтесь. Появление любовницы мужа было неприятно Людмиле. Но женское любопытство пересилило. Людмила решила выслушать соперницу. Толя говорил, что вы инвалид. Поэтому он не может вас бросить. Вот гад. Да, Толя не подарок. Да что я, вам сами знаете. Да, за семь лет-то, конечно. А мы с ним меньше, два года. Но у нас дочь. Дочь? Вот. Хорошенькая. У нее первое слово было «папа». А папа раз в четыре месяца приезжает. Скоро она станет старше. Начнет спрашивать. Что я ей скажу? Не держите его, отпустите. Он все равно вас не любит. Спасите хотя бы нашу семью ради ребенка. Это он? Да. Не говорите ему, что я здесь. Он разозлится. Пожалуйста, он меня бросит. Да. Привет. Не звонила? Потому что не хотела. Я с тобой расстаюсь. Нет, нет. Тебе не послышалось. И не звони мне больше. Узнав, что у Анатолия есть ребенок от любовницы, Людмила поняла, что сохранять отношения с мужем не было смысла. Поставив точку в отношениях с мужем, Людмила наконец решила соединить свою жизнь с Виктором. Какие у тебя красивые пальцы. Как на итальянских фресках. Скажешь, тоже. Обыкновенные пальцы. Нет. У тебя все необыкновенное. А я в Италии очень хотела. В Валентию. А хочешь, я тебя-то свожу летом? Хочу. Только Валентия в Испании, а не в Италии. Не смейся у нас. Географа в школе полгода не было. Я тебе весь мир покажу. Все на практике узнаешь. Прошло два дня. Людмила собиралась на свидание к Виктору, когда неожиданно вернулся домой Анатолий. Привет, дорогая редакция. Куда намылилась-то? Не твое дело. Это понятно. Муж в дверь, жена в дверь. А я думаю, что за хреновина. На звонки не отвечает, сама не звонит, а потом еще и послала. Знаешь что, я тороплюсь, мне некогда выяснять. А в отношении? Нет уж, поговорим. Я с командировки раньше сорвался. Хочу узнать. Что? Кристина тебя выгнала. Какая Кристина? Толик, хватит. Противно. Ты можешь толком объяснить, что происходит? Я все знаю. И про Волгоград, и про Кристину, и про вашу дочь с ней. Так, понятно? Ты с ума сошла, что ли? Прекрати. Я переболела уже твоей измены и больше не хочу. Мне Витя все рассказал. И Кристина твоя ко мне приезжала. Ну, я не знаю, кто к тебе там приезжал. И у меня нет ни одной знакомой Кристины. А что там тебе Витя сказал? Ну-ка, ну-ка. Толя. Анатолий убеждал Людмилу, что Виктор его оклеветал. Людмила не верила. Чтобы доказать свою невиновность, Анатолий решил устроить Виктору очную ставку и поехал на свидание с Виктором вместе с Людмилой. Ну, здравствуй, друг. Тебе сразу врезать или попозже? Неандерталец, научись решать конфликты словами. Понял? Сейчас решим. Не боись. Говори, что ты там плел про мою любовницу. А ты слушай. Я не хотел ничего рассказать Людочке. Ты сам виноват. Порядочный человек не должен жить на две семьи. Понял? Что? Все. Хватит. Толя! Говори про то! Толя, не пей его! Толя! 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 Я убью тебя! Толя! Бешеный дед, это ничего не решит. Пусть Люды любят друг друга. Мы хотим быть вместе. Так. Ты с ним спала? Толя. Значит, спала. Подстилка ты, Людмила Николаевна. Людмила не знала, кому верить. Виктору или Анатолию. И поехала к бабушке, чтобы узнать правду. Но любовница, она же не из воздуха взялась. Значит, Витя говорит правду. Может быть, мне просто хочется Толе верить. Я дурочка, да? Вытяни две, которые тебе по сердцу. Виктор тебе врет. Муж твой тебе не изменял. А кто же тогда ко мне приходил? Кристина все знала и про Волгоград, и про нас с Толей? Выбери еще одну бусину. Женщина эта, сестра Виктора. Вижу сговор их. Ты сомневалась, и Виктор попросил ее помочь, чтобы ты, Анатолия, окончательно из сердца вычеркнула. Ничего себе, Витя. А еще тихоней. Подождите. А зачем же вы тогда говорили, чтобы я с ним была? Если мне Толя не изменял. Только изменив мужу, ты себя полюбить смогла. И принять такой, какая ты есть. А зачем мне себя любить, если меня теперь муж не любит, и все из-за ваших советов дурацких? Любит тебя муж, и будет с тобой, если с собой останешься, и утягиваться больше не станешь. Анатолий не ушел от Людмилы, но вел с ней холодную войну. Людмила изо всех сил пыталась заслужить его прощение. Тортик, чаек. Я водичкой разбавила, как ты любишь. Чего так долго? Ну, прости, прости, я сахар мешала. Давай уже, не бубни. Давай, подушечку поправлю. Не надо, не веди. Чего застыло? Ну, я так не могу. Ну, ударил бы, что ли. Ну, прости, прости. Ну, он обманул меня. Ну, я же не виновата. В это только такая дура, как ты могла поверить. Совсем мозги с жиром захопилыли. Получи любовника не нашлось. Опозорила только. Хотя, кто еще позарится на такую тушу? Безразличие и оскорбление мужа убедили Людмилу в том, что он ее не любит. И она решила, что больше не хочет быть с ним. Ну, я больше так не могу. Ты тупой, ограниченный скот. Людмила решила уйти к Виктору, который любил ее и ценил такой, какой она была. Она приехала к его офису и дожидалась Виктора у входа. Как же я рад. Я думал, ты меня никогда не простишь. А почему ты платишь? Из-за меня? Нет. Он тебя видел? Вот сволочь. Хочешь, я с ним разберусь? Не надо. Больше тебя никто не обидит. Слышишь? Никто. Виктор предложил Людмиле переехать к нему. И на следующий день она пришла домой за вещами. Может, хватит? Давно пора. Подковыриваешь. Всю душу вынула. Чем он лучше? Пузо нет. Я похудею. Или это из-за моей лысины пробивающейся. Да я парик куплю. Парик. Смешно тебе. Смешно. Люблю я тебя, дура. Я же толстая. Ты самая красивая. Это я, идиот. Я не смогу без тебя. Не бросай меня. Людмила простила мужа, потому что любила его. Они помирились и живут даже лучше, чем раньше. Виктор недолго переживал разрыв с Людмилой. Вскоре он встретил свою половинку и женился. Бабушка говорит, не носите одежду меньшего размера, потому что есть такая примета. Тесная рубаха к разрыву. Разлуки с близкими вам не избежать. Я не могу без тебя. Я не могу без тебя. Что бы я дура, кто может убрать. Вот так. Я смотрю. Я все. Что? Это я не могу без тебя. КОНЕЦ Здравствуйте, баба Нина. Здравствуй, садись. Что случилось у тебя? Что-то странное происходит, баба Нина. Мы с мужем работаем в разных местах, и я с работы возвращаюсь поздно. И вот мне кажется, что пока меня нет, в доме кто-то бывает. А недавно я еще и это нашла. Вижу женщину, чужую в твоем доме. Мой муж привел. Он ее в дом впустил, но не к нему она пришла. Не пойму. Так он мне изменяет или нет? Дай-ка в токарочку мужу. Изменяет тебе муж. Да только не с той, что в доме твоем была. Значит, он на работе кого-то завел. Но я же там никого не знаю. Если хочешь мужа удержать и семью сохранить, знать тебе этого не нужно. Не должна ты вмешиваться. А что же мне делать? Ждать. Муж твой сам решение примет. А ты пока на кухне меньше бывай, да впрок не готовь. А захочешь из своего дома уйти, не делай этого. Тогда все наладится. Теперь иди. А как не готовить-то? Послушайте бабушку. Она знает, что говорит. Пойдемте. Надя приехала с работы пораньше и ждала своего мужа Мишу. Несмотря на предупреждение бабушки, она хотела поговорить с ним, ведь мысль о любовнице не давала ей покоя. Привет. Привет. Боже, горячий, садись. А, малыш, я в дороге перекусил. Не хочу. Миш, ну я готовлю, стараюсь. А ты ешь всякую дрянь. Я обещаю, я потом покушаю. Подожди. Надо поговорить. Скажи, что за женщина приходит к нам домой? С чего ты взяла? Что это? Полотенце с испачканной краской. Нет, это губная помада. Ты привел в дом бабу, а она испачкала мое полотенце. Ну как я мог, Надь, когда я с утра до вечера на работе? Может быть, это ты испачкала и не заметила? Я не пользуюсь такой вульгарной губной помадой. Я точно знаю, что здесь была твоя любовница. Нет, у меня любовница. А тетя Валя соседка сказала, что она видела, как ты заходил сюда с бабой. А твоя тетя Валя перепила лекарств. Ей померещено. Но она видела. Ладно, успокоились. Она ошиблась. Это был не я. А кто? Хорошо. Я два раза давал ключ от нашей квартиры своему коллеге по работе. Но он женат, у него любовница, и негде ему встречаться с ней. Ах, вот оно что. Фамилия, имя, телефон. Чей? Твоего коллеги, конечно. Я спрошу у него. Надь, ты совсем обалдела. Как ему потом в глаза смотреть-то буду, а? Значит, не дашь. Понятно. Сам изменяешься, прикрываешься каким-то другом. Да нет у меня никого. Или ты сейчас же говоришь мне правду, или я уйду. Так, я все сказал, мне добавить нечего. Ах, так? Надя решила проучить мужа и ушла из дома. Она приехала к своей подруге Даше и попросила на время приютить ее. Я точно знаю, что у него кто-то есть. Откуда? Я чувствую. Он так испугался, когда я про соседку сказала. Она вправду их видела. Я наврала, но я хотела его подловить. Ты мне извини, конечно, Надь, но я твоего Верюгина всегда не любила. Ты тоже думаешь, что он мне врет? По нему же видно, что он ходок. Ну, что мне делать? Что делать, что делать? Измены терпеть нельзя. Поверь мне, я знаю. Он, Санькин папаша, тоже был ходок. Вот я его и поперла. И знаешь, ничего, живу одна, воспитываю Саньку. И ни о чем не жалею мне спокойно. И он никогда не приходит к Саньке? Нет. Я вообще не хочу говорить на эту тему. Ты же знаешь. Извини. Я просто думала, что Мишка будет меня удерживать. А он даже из кухни не вышел, когда я уходила. Ну вот, видишь, он тебя не ценит. Надо его напугать. Я подам на развод. Вот он поймет, что может реально меня потерять и одумается. Ой, вряд ли. Если уж начал изменять, то это на всю жизнь. Все они такие. Ой, Санька проснулся. Я скоро. Слушай, Надь, там в шкафу есть пустая полка. Ты располагайся. И не переживай. Все образуется. Поняла? Миша, это я. Я подаю на развод. Да, решила. Я завтра подъеду к твоему офису. Привези документы. Я забыла. И вещи мои привези. Теплые. Они в шкафу лежат на моей полке. Нет, сама не могу. Я не хочу приезжать в квартиру, где ты трахаешься с другими бабами. На следующее утро Надя пришла к офису мужа. И тот отдал ей вещи. Она надеялась, что Миша будет умолять ее вернуться, но этого не случилось. Что такое? Кто такую красавицу обидел? Ничего. Дела семейные. О, мне это знакомо. Вот что. Давайте я вас подвезу. А? Нет, спасибо. Не нужно. Нет, нужно. На улице холодно, на глазах слезы, а чемодан какой тяжелый. Я вас одно не отпущу. Пойдемте. Хорошо. Спасибо. Вас как зовут? Надя. У меня Дмитрий. Дима. Тут машина как раз рядом. А вы здесь живете? Нет. Я к мужу. За вещами приезжала. Мы разводимся. О, я тоже недавно развелся. Вот к матери переехал. Она здесь живет? Нет, она за городом. Я тут работаю. Занимаясь закупками, как раз очень удобно. Потому что можно не сидеть в офисе. Ну что, прошу. Пойдемте. Дима отвлек Надю от ее грустных мыслей. Ей вдруг стало спокойно. Новый знакомый был ей симпатичен. Прошло несколько дней. Надя жила у Даши и стала встречаться с Димой. Она собиралась на очередное свидание с ним. Он такой славный, ты себе не представляешь. С ним так интересно, Даша. Он мне правда очень нравится. Ты влюбилась, что ли? Мне кажется, что это судьба. Ведь я никогда к мужу в офис не ездила. А в тот день поехала и встретила Диму. А как же твой Верюгин? Ты мне даже за три дня ни разу не позвонил. Подам я развод и все. Молодец. Так и надо. Алло. Да, Димочка. Давай через час буду готова. Да, я тебя тоже. Ой, слушай, Надя, я влюбился, как мальчишка. Голову потерял, спать не могу. Да, я тоже постоянно думаю о тебе. Каждую минутку. Мне так хотелось с тобой остаться наедине. Мне тоже. Только нам некуда идти. Ну, можем поехать камни за город. Продумем вам все время дома. Нет, я не поеду. Слушай, лучше я поговорю с подругой. Она может пустить нас к себе. Слушай, хорошо, точно поговори. Такая красивая. Что ты здесь делаешь? Приехал поговорить. Нам не о чем с тобой разговаривать. Нечего было баб в дом водить. Да никого я не водил. Если ты мне не веришь, то это только твои проблемы. Это почему? Так, ясно. Надь, решай. Либо ты возвращаешься домой, либо развод и до свидания. Ты мне что, угрожать будешь? Нет. Просто сказал. Миш. Надь, я тебя люблю. Но больше я твоей выкрутаться терпеть не намерен. У меня тоже есть гордость. Надя была уверена, что Миша пришел извиниться. Но он вел себя так, будто ни в чем не виноват. Наде было нелегко принять решение, и она захотела посоветоваться с бабушкой. Не послушала ты меня и натворила дел. Ну, я просто хотела понять, баба Нина, врет он мне или нет. А то, что я из дома ушла, это как-то само вышло. Само собой ничего не бывает. Все всегда вместе связано. Тебе дома надо было оставаться, да не с кастрюлями возиться, а с мужем рядом быть. Помогите, баба Нина. Муж мне условия поставил. Либо развод, либо перемирие. А ты, я вижу, уже другого нашла. Да. Я влюбилась в Диму. Но мужа я тоже люблю. Что делать? С кем оставаться? С мужем или с Димой? Муж клянется, что он мне не изменяет. Если я говорю, что изменяет, значит так оно и есть. Значит, мне надо остаться с Димой? Не спеши. С Димой останешься, мужа навсегда потеряешь. Пустые мысли у Димы о тебе, а муж твой мается выбором. Что-то по нему не видно. Не все люди о чувствах своих кричат. Решай сама. Я что вижу, то и говорю. Проводи, Аня. Надя захотела поговорить с Дашей, ведь несмотря на совет бабушки, она не могла решить, с кем ей остаться. Надь, оставайся с Димой. Муж тебя не ценит, изменяет, да еще и условия ставит. Да, я ведь не хочу бросать Диму. Слушай, Даш, а можно мы иногда с Димой будем встречаться у тебя? Мать, извини, конечно, но это не совсем удобно. Здесь маленький ребенок, у нас режим. Да, я уже не говорю о всяких инфекциях. Ну да, да, я понимаю. Ну и вообще, если ты решила развестись, то тебе с Димой нужно что-то решать. Ты же не можешь постоянно жить здесь. Да, ты права. Я завтра поговорю с Димой. Ладно. Я спать пойду. Не обижайся, хорошо? Да нет, ну ты что, ну ты и так для меня столько всего сделала. Ладно. Привет. Привет. Я поговорила с подругой, она не разрешила встречаться у нее. Жаль. А может быть, снимем номер? У меня есть вариант получше. Мой друг пустит нас к себе. Нет, я боюсь. Чего, дурочка? Они вообще с женой на работе до ночи. Он мне даст ключи. Ты завтра сможешь с работы отпроситься? Да, могу. Ну вот, отлично. Тогда утром встречаемся. Утром Дима повел Надю в квартиру к своему другу. Надя заметила, что они находятся на соседней с ее домом улице. Она нервничала, опасаясь встретить мужа, хотя и знала, что он на работе. Ты чего такая? Дима, я переживаю. Удобно ли? А вдруг хозяева вернутся? Не бойся не вернуться. И потом, мой друг свой человек. Нечего ловаться. Идем. Дима свернул в ее собственный двор. У Нади возникло нехорошее предчувствие. Но она надеялась на случайное совпадение. Надя решила не выдавать себя и проверить свою догадку. Фу, пропали. Ладно, пойду руки помою. Тебе душ нужен? Нет. Надя была в шоке. Дима привел ее в ее собственную квартиру. Неужели он и есть тот друг, о котором говорил ей муж? Надя вспомнила, что познакомилась с Димой около офиса Миши. Но тогда не придала этому значения. Значит, бабушка ошиблась и муж верен ей? Фу, кошмар. Что? Ну, рюшечки, оборочки. Ты ж с ума сойти. Хозяйка этой квартиры настоящая курица. Варит борщи литрами, блинчики тоннами. И все время сидит на кулинарных сайтах. Короче, овца. А ты ее знаешь? Да нет, это ее муж рассказывал. Вот так и сказал? Овца? Нет, ну не так, конечно. Ну, глядя на все это, понятно же. Вот. Но я вообще таких терпеть не могу. Вот ты? Ты другое дело. Ты знаешь... Подожди. А твой друг, он кто? Да, Нань, да что с тобой? Это мой однокурсник Мишка Верюгин. Мы с ним в фирме вместе работаем. Я вообще не понимаю, почему тебя это интересует? Да потому что я и есть та курица. Овца с блинчиками. Я жена Миши Верюгина. А это мой дом, куда ты таскаешь баб, которых снимаешь на улице. Надя, да я не то, я не знал. Убирайся! Хорошо, я уйду. И ключи забери, Миша и отдашь. Если ты ему хоть что-нибудь посмеешь сказать. Хорошо, ухожу. Слушай, Надя, а может... Убирайся! Хорошо. В тот же день Надя вернулась домой. В ее отсутствие холодильник опустел, квартира покрылась грязью. Наде стало стыдно, что она бросила мужа. Привет. Я вернулась. Хорошо. Миш, ты прости меня, я была не права. Мне просто показалось... Знаешь, я наготовила. Может, ты сначала пойдешь поешь, а потом мы поговорим. Не, я не хочу. Я, собственно, за вещами заехал. В смысле? В командировку я уезжаю. А, а когда вернешься? Никогда, Надь. Я уезжаю навсегда. Я не хочу жить с человеком, который мне не доверяет. Все ясно. Значит, у тебя все-таки есть любовница. Да нет у меня никого. Нельзя же быть такой дурой. Нельзя все сводить к уборке, к этим пирожкам, к этой готовке постоянной. Да я просто хочу создать тепло и уют в доме. Я забочусь о тебе. Да лучше без голоду сдох. Надя не могла понять такой резкой перемены в муже. Неужели все это из-за ее стряпни? Или он узнал о Диме? Надя понимала, что муж ушел, а Диме она не нужна и решила поехать к бабушке. Баба Нина, вы сердитесь на меня? Ведь я вас не послушала. И муж теперь меня знать не хочет. Что ж на вас сердиться неразумных? Страсти ваши вам правильно поступить мешают. А муж знает, что я ему изменила? Подержи. Не знает. И лучше, чтоб не знал. Ну а Дима может ему сказать? Не скажет. Боится, чтоб его жена не узнала. Он же развелся. Это он тебе так сказал. Он не разведен, женат. Что делать, Павнина? Где мужа искать? Ушел он к той, которая его ждала. Долго он колебался, но теперь принял решение. Предупреждала я. Нельзя готовить впрок. Свежая еда, свежие чувства. А муж вернется ко мне? Вижу, что пока еще он мается. Но ты его не ищи, только хуже сделаешь. Лучше дома сиди, да никуда не ходи. Хорошо. Спасибо вам, баба Нина. Прошло несколько дней. Муж Нади не возвращался. В выходной Надя решила навестить Дашу и посоветоваться с ней. Она не могла дозвониться до подруги и приехала без предупреждения. Что он здесь делает? Гуляет, как видишь. А я не поняла, что это было. Ты сказал, Санек или сынок? Сынок, Надь, это мой ребенок. Это наш с Дашей ребенок. Прости. Так ты же клялся, что у тебя никого нет. Значит, вы оба обманывали меня, заделали ребенка и выставили меня полной дурой. Какая же ты, Даша, стерва. Ах, это я стерва? Да я терпела два года! Я в семью твою не лезла! И ничего, между прочим, не требовала! Как же не требовала, когда ты мужа у меня увела? Я его не уводила. Так, я сам принял решение, и я сам ушел. Решение он принял. Бегал трахаться к этой сучке! Так все, перестань. Я, может быть, и сучка. Только в отличие от тебя я ни с кем не спала. А ты, как только с мужем поссорилась, закрутилась с Димой! Что за Дима? Я тебе потом все объясню. Это не то, что ты думаешь. Так все, не надо. Идем дальше. Миша! Прошла неделя. Миша не вернулся домой и жил у Даши. Надя тяжело переживала предательство подруги, но надеялась, что муж одумается и вернется к ней. Привет. Извини, что без звонка. Ты вернулся? Нет, я за вещами пришел. Миш, давай поговорим. Ну, о чем ты хочешь поговорить? Миш, ну, как ты мог? Такое случается, Надя. У нас с Дашей это началось давно. Я пытался как-то это прекратить. Мне было больно, мне было стыдно. Я метался между тобой и Дашей. Измучился я, Дашка. Не могу я так оставить Надю. И потом, ведь она ни в чем не виновата. А, Миш, не трави себя. Я все понимаю, ничего не требую. А Санька? Ведь он вырастет и все поймет. Я же люблю его. Санька еще маленький, ничего не понимает. А там видно будет. Миш. Я люблю тебя. Я буду ждать. Сколько потребуется. Надь, я тебя любил. Ну, меня раздражали эти вечно готовящиеся борщи и твое мещанство. Миш, ну, при чем здесь борщи? Понимаешь, хотелось чего-то свежего. Сходить в кафе. А мы даже выходные дома проводили, потому что ты стояла у плиты и готова на неделю вперед. Ну, и что у там плохого? Жизнь мимо проходила, Надь, понимаешь? Ну, и это еще ладно. Когда я узнал, что ты мне изменила, я решил остаться с Дашей. Потому что Даша поставила крест ради меня на своей личной жизни. Я тебе не изменяла. Это был просто дурацкий порыв, недоразумение. Ладно, Надь, мне пора идти. Прости. Муж не вернулся к Наде. Она осталась одна. Как-то раз она встретила Диму с какой-то женщиной, но он сделал вид, что не узнал Надю. Она поняла, что была лишь очередной любовницей в его коллекции. Запомните, нельзя готовить впрок. Это может разрушить семейную жизнь. Бабушка говорит, свежая еда, свежие отношения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова